Всем привет ребята, с вами снова я Саша и добро пожаловать на мой канал. В своем прошлом видео о подарках я показывала вам вот эти замечательные циферки, которые мне подарила моя бабушка и мама. Они делали их своими руками и как я вам и говорила, мама решила записать для вас видео о том, как она их делала. Я это видео смонтировала и я надеюсь, что оно вам понравится. Моя мама впервые снимает видео, поэтому давайте поддержим ее лайками и я думаю, что ей будет очень приятно. Кстати, ребята, если вы любите делать интересные вещи своими руками, то я советую вам подписаться на канал Творим с Карерин. Это замечательная девушка, начинающий блогер и косплеер, и давайте все вместе ее поддержим, я думаю, ей будет очень приятно. Ссылочку на канал Карерин я оставлю в описании к видео или же вверху в подсказках. Обязательно к ней загляните, подписывайтесь на ее канал, ставьте пальчики вверх и пишите ей добрые комментарии. Ну а мы начинаем! Для изготовления таких цифр нам понадобится 6 пачек салфеток по 50 листов, или же 3 пачки по 100 листов, плотный картон, ножницы, клей момент, ПВА или же клей пистолет, степлер, линейка или рулетка, а также вспомогательные предметы. Сначала делаем разметку на картоне и рисуем контур цифры. Для единички взяты вот такие пропорции. На экране вы видите все размеры, а также линии отреза или сгиба. Вы можете сделать паузу и перерисовать себе эти параметры. Вырезаем по контуру одну сторону будущей цифры. Это можно сделать с помощью ножниц или канцелярского ножа, кому как удобнее. Цифру можно полностью не вырезать, а в некоторых местах согнуть по краям лишний картон, который пойдет для дальнейшего объема. Вторая сторона цифры делается точно так же. Получились две заготовки, которые необходимо соединить так, чтобы получилась объемная конструкция. Для еще большей прочности, чтобы скрыть стыки и щели, можно обклеить ребра цифры малярным скотчем. Для придания эстетичного вида и чтобы в дальнейшем не просвечивался серый картон между декоративными цветами, желательно обклеить цифру цветной бумагой или же салфеткой, или можно ее покрасить. Для этого лучше всего подойдет клей ПВА и метод декупажа. Салфетка накладывается на клей, сверху наносится еще один слой клея. Получается вот такая симпатичная цветная заготовка. Теперь делаем вторую цифру 8. Отмеряем высоту такую же, как у единички. Делаем разметку цифры 8. Чтобы вам не вымерять все самостоятельно, можете нажать на паузу и перенести мои размеры. Вырезаем две одинаковые восьмерки. Для соединения цифр вырезаем полоски из картона такой же ширины, как и боковые стороны единицы. Чтобы придать форму дуги, картон необходимо немного погнуть. Склеиваем все детали. Если не хватает длины картона, можно заделать пробелы кусочками. Таким же способом заклеиваем и внутренние части восьмерки. Обклеиваем салфетками в третий раз. Вторую цифру даем высохнуть и осталось только украсить цифры цветами. Для изготовления цветов понадобится много времени и терпения, хотя делается это очень легко. Берем салфетку и складываем ее два раза. В середине скрепляем степлером и обрезаем края по кругу. А теперь каждый лепесточек соединяем отдельно, будто бы делаем бутон. После этого распушиваем лепестки и получается вот такой цветок. На две эти цифры ушло около 300 таких цветочков. Чтобы удобно было носить и держать цифры на заднюю сторону, приклеиваем ручки. Например, можно вырезать ручки от подарочных пакетов. Продолжение следует... Вот и все, цифры готовы. А на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что для вас оно было не только интересным, но и полезным. Если это так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнавать о моих новых видео самыми первыми. Я готовлю для вас еще несколько интересных мастер-классов и я надеюсь, что они вам понравятся. Так что следите за новостями, чтобы не пропустить их. И не забудьте заглянуть в гости на канал Творим Скорерин. А на этом я с вами прощаюсь, я вас всех очень сильно люблю, всем пока!